В городском округе продолжают борьбу с незаконными торговыми объектами. Под снос уже попали десятки павильонов, киосков и капитальных объектов, в том числе расположенных на вылетных магистралях. Основная причина демонтажа – нарушения, выявленные при строительстве и эксплуатации объектов. Сотрудники Управления потребительского рынка и услуг Люберецкой администрации выявляют такие объекты ежедневно. На сегодняшний день на вылетных магистралях проверено более 60 торговых объектов. Для их приведения в соответствие с установленными требованиями собственниками подписывают дорожные карты и выдают предписание об устранении нарушений. Демонтаж нестационарных торговых объектов в нарушении требований действующего законодательства осуществляется по предписаниям администрации либо в судебном порядке. В прошлом году был демонтирован, снесен объект капитального строительства на Егоровском шоссе, дом 8. Это объект более 200 квадратных метров, использовался под кафе. В середине февраля очередной нестационарный торговый объект был снесен на Буковском шоссе. У собственника также отсутствовали необходимые разрешительные документы. А при эксплуатации нарушались требования пожарной безопасности. В рамках поручения Андрея Юрьевича Воробьева, администрации городского округа Люберц проводятся необходимые мероприятия по сносу таких объектов, либо приведения их в современный вид. И если предприниматель готов привести свой объект к современному облику, конечно, мы идем навстречу. Делаем все возможное, чтобы он собрал весь необходимый пакет документов и стоял законно, получил примыкание, получил разрешение, получил согласование нашей архитектуры и радовал глаз наших жителей. Если предписания не исполняются, торговые объекты демонтируют. Только в 2023 году на территории округа выявлено более ста незаконно расположенных нестационарных торговых объектов. Большую часть уже снесли.